приветствую вас друзья на канале лего мастер и сегодня у меня будет обзорчик обзор на конструктор коби но это будет не танк как обычно это будет плавающее средство а вернее лодка хиггинса тадам вот так вот она выглядит именно этот конструктор с лодкой хиггинса и другие конструкторы компании коби вы можете приобрести в интернет-магазине него брик ссылочка на экране ссылочка в описании а я продолжаю давайте немножко пройдемся по коробочке моделька у нас в масштабе 1 к 35 артикул этого набора 4813 состоит он из 510 деталек и в комплект входит 3 мини фигурки кстати вот они здесь все нарисованы функционал здесь крайне простой пулеметы у нас крутятся могут отстреливаться и задний борт вот этот он открывается как вот здесь нарисовано собственно все еще в комплекте кстати тут два ежа вот таких но больше всего нас интересует конечно сама лодочка которые в длину 31 сантиметр в высоту восемь с половиной сантиметров а в ширину 10 сантиметров есть фоточка реальной лодки смотрите сколько народу туда входит о ее вместимости я немножко расскажу и пришло время вживую посмотреть эту модельку коробку убираю сейчас вернусь ну вот собственно и обещанная лодка к ней прилагается как я уже и говорил два ежа которые теоретически будут мешать высадке бойцам вот с этой лодочки на берег на пляжик вот таким образом они стоят конструкции простейшие состоит из пяти деталек убираем как я и обещал 3 мини фигурки также в наличии один рулевой за штурвалом стоит вот такой боец стандартной кобиевская мини фигурка как и вот эти две а это пассажиры их двое один с пистолетом другой с винтовкой в общем пехотинцы также не менее стандартные мини фигурки коби подобные мини фигурки вы много раз уже видели в моих обзорах ну думаю теперь и к лодочке можно перейти давайте сразу по функционалу чтобы потом к этому вопросу не возвращаться пулеметики двигаются вверх вниз теоретически крутятся также потому что вот на такой детальке они крепятся тоже интересно на самом деле конструкция все крайне простенько ну и второй пулемет здесь в общем от авиации могут я думаю вполне успешно защищаться впереди у нас американский флаг потому что это лодка американская кстати это же лодка хиггинса и так она называется по имени своего создателя а именно эндрю хиггинса пару гнезд назовем это так которых можно посадить бойцов и они будут отстреливаться ну давайте попробуем это сделать думаю мне это удастся вполне да смотрите если есть у вас запасные мини фигурки то можно посадить тут двоих ну а третьего желательно чтобы рулил это вот задний борт который открывается он на тросах на таких теоретически можно вот здесь подкручивать вот этот вентиль и как бы борт будет закрываться закрутить вентиль и поднять таким образом задний борт вполне может получиться потому что вот эта веревка этот трос привязан именно вот к этой ручке но делать это честно говоря неудобно и вот я сколько не кручу не могу я никак справиться но вот чуть-чуть чуть-чуть получает смотрите с этой стороны так что вполне схема рабочая веревки были немножко длиннее я не стал обрезать как получилось так получилось ну смотрите все работает главное что вот здесь вот места хватило для намотанной веревки но вроде пока хватает ну и здесь потом можно тоже закрутить уж не буду сейчас мне очень это под камеру удобно делать из примечательно что у нас есть еще спасательный круг и наверное все есть принтованные детальки и с этой стороны тоже там справа борта с левого борта и вот здесь здесь сверху естественно в этой модельки используются детальки необычные для лего но достаточно уже стандартные для коби они свои детали придумали вот например вот такая вот деталька собственно вот эти маленькие деталечки такие да и вообще много те же вот эти люки на танках они использовали много коби делают своих деталек но имеет на это право естественно но еще вот здесь что-то запечатано не самый красивый печать на самом деле вот здесь тут что-то запечатано это не наклейки и это замечательно вот здесь снизу крепятся тайлики видимо для того чтобы по столу лодка могла спокойно перемещаться ну такой эффект скольжения чтобы был вот такая вот лодочка интересненькая получилась защитный борт естественно какой-то ну и давайте теперь я немножко расскажу про эту лодку вещь все-таки известная поэтому справочка необходимо и так лодка хиггинса в общем-то это десантный катер и это наиболее крупный серийный тип катеров в истории американского флота использовался в мф сша для транспортировки оборудования и войск морской пехоты конструкция лодки представляет собой корпус длиной 11 метров с плоским дном спереди размещалась бронированная рампа которая при десантировании опускалась вниз я ее назвал задним бортом и в общем то когда она была опущена по ней спускались пехота и техника кстати интересный факт что борта и корма были изготовлены из фанеры необычный для меня фактик но благодаря этому лодка получилась легкой и в то же время грузоподъемной одновременно можно было разместить взвод из 36 человек или джип и отделение в 12 человек во время транспортировки людям которые находились на борту лодки хиггинса было не очень комфортно поскольку даже при слабом волнении лодку раскачивалась и вода захлестывала борта но тем не менее с главной своей задачей это суденышко справлялась достаточно успешно и во вторую мировую войну эти лодки доставляли на французский берег взвод вооруженных и заранее натренированных солдат которые за считанные секунды выскакивали на сушу кстати интересный фактик эти лодки самостоятельно могли сходить с берега и возвращаться к базовому кораблю за новой партии людей или техники как вывод могу сказать что моделька вполне симпатичная для тех кто собирает конструкторы вернее модели из конструктора коби можно смело рекомендовать моделька крепенькая а уж если вы фанат какой-то морской темы то я думаю что эта лодочка вам однозначно пригодится коби выпустила эту лодочку этот конструктор серия историческая коллекция что ж надеюсь этот обзор был для вас интересен все-таки компании коби выпускает не только танки но и другую военную технику в данном случае это лодка хиггинса напомню что конструкторы компании коби вы можете приобрести в интернет-магазине него брик а на этом мой обзор я заканчиваю с вами был константин канал легомастер всем удачи всем пока увидимся в новом видео и пишите свои комментарии а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok